Сервис, где все объясняют за 10 минут и поощряют саморазвитие. Представь, в конце XVI века умирает последний Рюрикович. И наступает смута. Теперь семи великим боярам предстоит избрать нового монарха. Они свайпают династии то влево, но в конце концов выбирают Романовых. А что если бы ты был одним из этих бояр? Сейчас за 10 минут покажем всех кандидатов, и ты разберешься, почему никто другой, кроме Романовых, не мог оказаться на престоле после смуты. Да, династия российских князей и царей, правившая более семи столетий, прервалась. Последний правитель России из рода Рюриковичей, Федор Иоаннович, умер, а наследника не оставил. И здесь-то и началась борьба за власть. Наступило смутное время, появились самозванцы, вспыхнула гражданская война, а потом вмешались иностранные силы. Впервые со времен первого правителя Руси Рюрика возникла необходимость выбрать новую династию. Для этого в столице созвали Земский собор. Это и есть наше дейтинговое приложение. В его составе были в основном жители Москвы или приезжие. Кого будем выбирать? Сразу договоримся, что иностранцы и самозванцы отпадают. Они могут быть завидными женихами, но как правители русского государства вызвали бы массу вопросов. Поэтому вот наш первый кандидат, государственный деятель Федор Мстиславский. Его было бы невозможно не заметить в политическом дейтинговом приложении начала 17 века. Праправнук Ивана Третьего, правнук последнего удельного князя Мстиславского, да, он обладал внушительной родословной, уже вызывает интерес, правда? А еще он был первым боярином Думы, и это ставило его на второе место в государстве после царя. Это наследственная должность, и при Иване Грозном ее занимал отец Федора Мстиславского. Представляешь масштаб влияния? А с политической репутацией у Мстиславского было сложнее, ведь он был близок с крайне сомнительными личностями, например, с Лжедмитрием Первым. Можешь себе это представить? Конечно, это подорвало его авторитет. А еще он через некоторое время связался с поляками, которые в рамках интервенции ввели гарнизон в Москву, и простой народ воспринял это как предательство Родины. Ко всему прочему, к моменту выборов нового царя он был уже староват. Итак, Федор Мстиславский, около 63 лет, согласно родословной, имеет обоснованные претензии на престол, знатный, но с сомнительной репутацией. Так что свайпаем вправо или посмотрим других кандидатов. Наш следующий претендент Василий Голицын принадлежал к знатному роду, который происходил от Гедеминовичей. Правда, к 16 веку его слава подувяла. Но Голицын вел себя так, будто имел неоспоримые права на престол. И основания для этого были. Представь, ходили слухи, что его матерью была Софья Ивановна, дочь самого Ивана Грозного. Правда, в летописях сложно найти этому подтверждение. Василий стал боярином до 30 лет. Неприлично рано для того времени. Представляешь, какой успех. И это говорило о его талантах и, конечно, связях. Он сыграл ключевую роль в свержении Годуновых, поддержал Лжедмитрия I и стал московским наместником. Однако со временем Голицына оттеснили на второй план, а при Шуйских его влияние ослабло, но он предпочел ждать своего шанса. Он был непримиримым противником Лжедмитрия II и активно боролся с ним. Это дало ему политические очки среди простого народа. Итак, Василий Голицын – талантливый в самом расцвете лет. Неплохой кандидат. Но есть один нюанс. На момент выборов он находился в польском плену. Голицын отправился на переговоры, где его и взяли под стражу. Конечно, ему могли помочь выбраться оттуда, но политика – дело тонкое. Другим претендентам на престол такой активист оказался не нужен. Как ты понимаешь, вопрос по этому претенденту отпадает сам собой. Да, свайпать не придется. Поэтому двигаемся к следующему варианту – князь Дмитрий Тимофеевич Трубецкой. В прошлом верный сторонник Дмитрия Угличского – законного наследника, а точнее его лжеверсий. Это уже вызывало вопросы, однако он мог бы сказать, что считал их реальными наследниками. Подозрительно. Но вот такая верность царю. И она находила отклик у московских казаков и немногочисленных родственников Трубецких. А основным аргументом Дмитрия был его подвиг во время осады Москвы. Он был одним из руководителей первого ополчения, освободившего столицу. В его руках была огромная военная сила, которая штурмовала Кремль во время польско-литовской интервенции. Только вдумайся, какая сильная кандидатура. Но тут воспротивились некоторые участники собрания. Вызывало вопрос легитимность Трубецкого, ведь он не был связан с династией московских Рюриковичей. А еще помешали десятки боярских родов, у которых были более весомые права на престол. Трубецкого обошли на выборах и отправили наместникам в Сибирь. Что мы видим? Дмитрий Трубецкой – военный деятель, который наряду с Дмитрием Пожарским и Кузьмой Мининым освобождал столицу от польской интервенции. Он даже получил за это титул спасителя отечества. Но для успеха ему не хватило совсем немного. Свайп влево. И переходим к следующему. Сам князь Дмитрий Пожарский тоже претендовал на престол. Он тоже был военным спасителем отечества. К тому же имел хорошую родословную, но она оказалась даже слишком хорошей. Дмитрий Пожарский принадлежал к роду Рюриковичей, по линии князя Всеволода Большое Гнездо. И ты наверняка уже хочешь спросить, а почему это плохо? Объясняем. Помимо него у Рюриковичей было еще много других родственников, которые тоже могли заявить права на трон. Действительно, чем они хуже князя Пожарского? А теперь подумай, стал бы ты сажать его на престол, зная, что это приведет к новому витку борьбы за власть? Слишком сложно все запомнить? Понимаем. Давай подведем промежуточные итоги. Почему не срослось с самыми видными кандидатами на престол? Первое. Федор Мстиславский имел обоснованные претензии на престол. Он из знатного рода, но с сомнительной политической репутацией. Второе. Василий Голицын. Талантливый политик. Но есть один нюанс. На момент выборов он находился в польском плену. Третье. А сам Дмитрий Пожарский принадлежал к роду Рюриковичей. Но это грозило конкуренции, ведь кто-то из родственников также мог заявить свои права на престол. Согласись, круто за несколько минут узнать, как развивался исторический конфликт. И не пришлось тратить 12 часов на аудиокнигу «Династия Романовых». В этом и есть суть саммари. Мы собираем для тебя основные тезисы по теме, упаковываем их в короткие видео и экономим твое время. Саммари за 10 минут ты усвоишь столько же, сколько за три часа лекции по истории. Исследования показывают, что мы запоминаем только 20% информации из объемных лекций. Именно эти 20% мы упаковали в наши 10-минутные видео. Понимаем, сложно заставить себя смотреть полезный контент. У редакции тоже не хватает на это внимания, поэтому мы и создаем саммари со сменой кадров каждые 4 секунды, чтобы удержать внимание и упростить восприятие информации. Подключай подписку на сервис интроверта за 166 рублей в месяц и возьми за привычку разбираться в сложном за 10 минут. По промокоду минус 15 скидка 15% на подписку, сканируй QR-код или переходи по ссылке в описании видео на сайт. А мы вернемся к династии Романовых. И вот на Земском соборе прозвучала фамилия Романовых. Что мы имеем по этому кандидату? Романовы были очень далекими родственниками Рюриковичей. Это фактически делало их новой династии. Михаил Романов был внучатым племянником Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного. Такого родства хватало для признания легитимности, но риска междоусобиц тут не возникало. А отец Михаила Романова, патриарх Филарет, пользовался большим авторитетом среди духовенства. Это тоже ставило Романовых в выгодное положение. К тому же Филарет некогда выступал в поддержку Лжедмитрия II. И знаешь, чем это хорошо? Это вселяло надежду. Люди верили, что Романовы не будут репрессировать тех, кто раньше поддерживал Лжедмитрия II. А еще Романовы были меньше всего замешаны в сомнительных связях. В том числе, например, в сотрудничестве с поляками во время интервенции. Это тоже добавляло им политические очки. Да и молодость и неопытность Михаила в этой гонке была плюсом. Бояре надеялись, что у них получится продвигать свое влияние при дворе. А кроме того, Михаила поддержали казаки. А ты наверняка помнишь, что в то время они были мощной военной силой. Так что их поддержка могла обеспечить военное преимущество в борьбе за власть. Только представь, как это было важно. Ну что, теперь видишь, что у всех кандидатов свои плюсы и минусы. Да, выбор непростой. И ты, наверное, уже устал выбирать. Вот и другие бояре тоже устали. 7 февраля 1613 года, после утомительных обсуждений, делегаты объявили о двухнедельном перерыве, чтобы укрепиться в своем выборе. Думали-думали, но так ничего и не придумали. Представь, 21 февраля бояре даже решили выбрать царя с помощью жребия. Это вызвало недовольство людей, которые не хотели, чтобы судьбу государства решали таким рандомайзером. Но нужно было уже принять волевое решение и выбрать нового царя. Голод, борьба за власть, иностранная интервенция, самозванцы. Все это погрузило страну в хаос, и ей нужен был новый правитель. Момент был решающий. И мэтч с Романовыми просто не мог не случиться. Юный Михаил Романов стал царем. И не просто так. По нашим подсчетам, ты сэкономил три часа. Ведь это самари как две пары по истории. И если тебя спросят, почему именно Романовы попали на престол, уверенно отвечай. У них был авторитет благодаря отцу Михаила, патриарху Филарету. И не было проблем с репутацией. Здесь они выигрывали и у Федора Мстиславского, и у Дмитрия Трубецкого. Михаил Романов, в отличие от Федора Мстиславского, был довольно молод, и бояре хотели использовать это. Сильный соперник династии Романовых Василий Голицын оказался в плену у поляков. А еще Романовых считали легитимными кандидатами благодаря дальнему родству с Рюриковичами. И в этом они обходили Дмитрия Трубецкого. Однако такое родство не могло подтолкнуть других родственников Рюриковичей к борьбе за власть. А вот кандидатура Пожарского, потомка Всеволода Большое Гнездо, могла. Поэтому и его Романовы обошли. Прошло всего 10 минут саммари, а ты узнал, почему трон достался именно Романовым, и не пришлось читать 608 страниц из книги «История династии Романовы». Поздравляем! Продолжай разбираться в истории по коротким познавательным видео от эксперта. Собрали саммари для тебя. Почему крепостное право не отменили раньше? 13 минут вместо 320 страниц из книги «Крепостная Россия». Почему столетняя война длилась так долго? 12 минут вместо 8 часов чтения книги «Столетняя война». Проблемы современной монархии. 11 минут вместо 569 страниц из книги «Монарх и монархия». Переходи по ссылке в описании или сканируй QR-код на экране и подключай подписку. Тебя ждет библиотека из 1200 саммари плюс 150 новинок каждый месяц. А по промокоду минус 15 скидка 15% на подписку.